всем привет если бы я гнался за дешевым хайпом я бы заглавил этот заголовок как-нибудь там возвращение короля новые убийцы всех и всего остального потому что модельку про которую мы будем говорить сегодня будут активно хайпить особенно в зарубежном интернете кстати довольно необычный парадокс но почему-то предшественники блон bl05 они были ну блон 03 собственно вот они 3 блоны они были почему-то на западе много популярнее чем у нас и вот не знаю с чем это связано обычно хайп бывает наоборот в общем вот эти вот 0 3 прямо расхваливали как убийцы всего подряд я их купил послушал попробовал насадки попробовал провода попробовал прогревать в общем все пробовал но я не понял этого восторга потому что это в принципе такие вот недорогие там сколько не долларов 30 стоили басистые наушники то есть ну как бы норм но далеко не шедевр и близко а про bl05 когда я не только были анонсированы было много вокруг них хайпа много обсуждений и всего остального но скажем с ними вообще планировали сделать там гибриды но в итоге потом откатились к обычному динамику причем судя по всему используется динамик такой же как 0 3 потому что это тоже 10 миллиметровый кар с карбоновыми нанотрубками в роли диафрагмы но не уверен что прям такой же но скорее всего или тот же или очень похожий на него ну а звук меняли с помощью какого-то внутреннего тюнинга по переработали дизайн подняли ценник до 43 долларов то есть во всех магазинах он сейчас стоит 43 доллара ссылку добавлю в описании на линдсоул но в общем то про него про них больше нечего говорить кроме того что модель будет привлекать много внимания ближайшим будущим так что давайте смотреть подробнее анекдот дня сегодня такой заступая на должность прокурор сказал я вам покажу как воровать упакованы они также как 3 и также как тфз пакуют свои наушники поэтому на самом деле упаковочка выглядит достаточно хорошо сзади есть у нас характеристики до 32 ома 108 децибел в общем по спецификациям абсолютно среднее значение и это хорошо сбоку отмечено что у меня они белые есть еще серые из в вариант с микрофоном тут переливается всеми цветами радуги фольгированные названия компании были в вот music burn и never give up наверное never give up попытки понять что такое опыте или это дайте всем копоти и кто такой децибел в общем загадок больше чем отгадок но вряд ли они нас сейчас интересуют но принципе презентация при привлекательная красиво выглядит лишнее убирать со стола сами наушники явно не лишние а тут красивые коробочки отдельно упакован провод насадки инструкции вот такой вот холщовый мешочек мешочек малопрактичный но положили положили можно для чего-то другого переиспользовать насадок 5 пар силиконовые одни чуть более вытянутые вторые более классические не знаю что помешало положить хотя бы 6 и комплектный провод но комплектный провод откровенно дешманский то есть как бы к нему как с одной стороны нет никаких претензий провод и провод но с другой стороны сейчас покажу сами наушники он просто не вписывается в них по дизайну блон ну или те кто эти наушники для них делал действительно проделали классную работу такой симпатичный ретро steam панк дизайн с сочетанием разных материалов не знаю стали это или хорошо полированный алюминий но в общем металлы такой тяжеленький поэтому воспринимается приятно красивая золотистая вставка и серо-стальной цвет смотрится эффектно в общем по качеству сборки по дизайну тут у них все очень хорошо что удалось не так хорошо это во первых вот этот вот угол выхода звуковода из корпуса я думаю что вы сами видите что он больше чем необходим а с учетом того что сам звуковод средний по длине то как бы вариантов два или нужно какие-то насадки использовать чтобы посадить это в ухо или же наушник нужно сажать вот так вот выступая из уха чтобы звуковод был под правильным углом но тогда получается меньшая глубина в общем не то чтобы это было какой-то глобальной проблемы посадить их можно но те случаи когда вот можно было бы чуть-чуть изменить и сделать все сильно лучше они обычно и расстраивают есть компенсационное отверстие поэтому нет вот этого вот хруста при вставке в уши ну по крайней мере у меня сам звуковод средний по длине поэтому звукоизоляция тоже где-то такая же средняя то есть на улице и будет достаточно но в каком-нибудь метро наверное нужно будет увеличивать громкость есть выступ удерживающей насадки есть защитная сеточка в общем по этим параметрам все хорошо сами наушники довольно компактные поэтому без проблем наверное сядут практически в любые уж ну может быть кроме того кому совсем не повезло видите они даже поменьше чем чем 0 3 вот так вот выглядит на морозе конечно будут отмораживать уши но вот сам провод конечно малеха расстраивает поэтому если будете покупать то сразу купите там за 10 дополнительных баксов к ним провод я думаю что это не та цена которую можно сэкономить на эстетике то есть по звуку и юзабилити этот кабель ну в целом нормальный то есть не шедевр но пользоваться вполне можно он малюх отвердеет на холоде и склонен к запутыванию как любой тоненький кабелёчек но в целом пользоваться можно и наверное будет даже более-менее долговечный тем более что коннектор эту к счастью использовали двухпиновые но с точки зрения юзабилити сразу сразу конечно недочет потому что ну посмотрите какой красивый наушник и как с ним не смотрится этот провод прям обидно но на алиэкспресс по моему уже есть комбо сразу с проводом каким-то сторонним есть у меня вариант гарнитурка и микрофончик очень очень средненький поэтому такой числится по принципу шобу до разветвителя идет такой вот абсолютно простой стандартный разветвитель и тут угловой штекер то есть тут преемственность китайцев как китайцы в соответствии в дизайне это сделать такой же штекер как бы у других моделек видите преемственность поколений опознается по штекеру в целом если не считать провода в плане презентации дизайна и вот этих всех внешних экстерьерных вещей наушники просто отличные ну скажем блонд в принципе с дизайном справлялись успешно и раньше ну и конечно же а звуки вот м11 про для приведения примеров никто не сказал что я не слушал их на профессиональном плеере хотя на самом деле для выслушивания критического я ультиму использую конечно двухтысячную я их прогрел чтобы выполнить все формальности попробовал подбирать насадки но в целом мне подошли вот эти крупные серые силиконки конечно наушники приходится сажать под неправильным углом но изоляция достигается нормально в принципе насадки для них это важная часть процесса поэтому если вы вдруг их купите то потратьте какое-то время на подбор вариантов и принципе кабель менять как я уже сказал только для эстетики потому что рекаблинг для динамических наушников особо смысла не имеет в общем что еще про них сказать как принципе если совсем не получается их посадить то на помощь придут спин фит и скорее всего но мне повезло и с обычными насадками по звуку они учли проблему 0 3 в принципе на самом деле когда я выпустил обзор на 0 3 особенно в англоязычном варианте мне многие пользователи рассказывали что не может быть они не так звучат слышу не так не так но в общем большинство обзорщиков таки сходились на том что 0 3 звучат темновато и местами наверное даже чутка мутновато для 30 долларов это в целом нормальный звук но по сравнению с чем-то более классным это все таки не катит но в принципе блон взяли тот же драйвер но почти наверняка то есть я этого точно не знаю но вероятность этого велика очень и в принципе перетюнинговали их в более правильном варианте то есть сделали из него более классическую вешку так что это в принципе если вам нравится звук оригинальных 0 3 то для вас это будет плохая новость потому что тут он изменился а скажем для меня это хорошая новость потому что их звук стал ближе к нормальному и скажем стало понятнее за что подобные наушники можно любить но это динамический драйвер вышка коверентность вес как бы все вот эти вот вещи то есть то что иногда можно предсказать по конфигурации но наверное будем двигаться пошагово и в общем низкие частоты бас тут акцентирован но акцент поменьше чем у 0 3 если 0 3 бас доминировал во всей подачи то тут его задвинули на свое место то есть это как бы такой средний акцентированный пас характерные для современных наушников поэтому тут с одной стороны есть вес масса добавка низких частот другой стороны не настолько чтобы уже заглушить там все вышележащие разрешение ну как бы такое нормально нормально динамическое недорогое то есть это конечно там не туну falcon c как бы как пример быстрых динам и там не альфа-н-дельта d6 как пример других быстрых динам самых быстрых наверное это такой нормальный хороший динамический бас но скажем шеде как звезд с неба по скорости не рвет но и как бы в числе задних не плывет тут очень пошло на пользу то что его количественно убавили поэтому не такой вальяжный при этом у него неплохая глубина не самая максимальная но очень очень неплохая и в принципе есть там упругость вес ну как бы чуть-чуть каю и подбавили но при этом вернули его на место поэтому наушники не только со всякой электронной музыкой попсу играют но и с чем-то инструментальным в общем с более насыщенными треками более сложными тоже показывают себя нормально не идеально конечно это не какие-нибудь там топовые арматурки но в целом справляются с этой задачей неплохо и в качестве примера вот мой стандартный тест на глубокие низкие частоты которые часто использую этот джун реактор темпость буря этот трек я уже много раз использовал но на всякий случай если вдруг кто не видел прошлое какие-нибудь видео тут во вступлении много объемных эффектов когда очень такой низкой низкий глубокий бас пролетает слева направо справа налево такие вот очень утробные низкие частоты наверное с сабвуфером это звучит особо эффектно но эти наушники вот эту часть отыгрывают неплохо конечно они не не будут там шатать у вас в глазницах ваших глаза как там некоторые басхедные модели акцентированные на низкие частоты делают но в целом с этим справляются сбалансировано на мой вкус средние частоты это тоже в общем типичный динамик и естественно не малюхо отведены на второй план но это неизбежно да если поднять нч и вч то середина будет отведена на второй план но хотя бы не настолько как это было в 0 3 поэтому середина тут присутствуют именно на том уровне который характерен для обычных нормальных вышек динамических они не пытаются фокусироваться на микроконтрасте не пытаются выдать максимальное разрешение но в целом детализация нормальная при этом они не пытаются вытащить всякую грязь поэтому с чем-то не идеально сведенным показывают себя неплохо чутка подчеркивают эмоции конечно обладают хорошим весом поэтому то есть это как бы сильные стороны динамика они тут проявляют может быть не в максимальной мере но более менее нормально для обладателей какой-нибудь плохой медиатей ну смысле медиатеке с некачественными записями или для тех кто служит какой-нибудь стриминг это довольно удачный выбор все звучит более-менее натурально конечно не хватает иногда какие-то супер детальности но это не те наушники не тот ценовой сегмент в котором вообще это стоит искать воображаемая сцена где-то чуть больше средний в ширину и средняя в глубину чуть лучше с по сравнению с 0 третьими блонами но это тоже зависит от психоакустики у каждого в голове это происходит по-своему потому что как бы у меня допустим логика чаще всего простая чем наушники темнее тем более интимно не играют тут баса стала меньше поэтому сцена немножко улучшилась опять же тоже не самый там объем на трехмерные наушники но не будут вспоминать еще раз про ценовой сегмент и в качестве примера качестве примера рэпер хаски шучу луис армстронг и дюк эллингтон тоже уже неоднократно упоминал этот альбом очень хорош и с исторической точки зрения и в целом как материал и запись по записями может быть не шедевр но записано на вполне пристойном уровне ну и конечно же для такой музыки нужно что-то более топовое чем эти наушники но скажем тут главное все-таки не скатываться в снобизм не скатываться в аудиофилию потому что в музыке главное ею наслаждаться поэтому 05 блоны трек я выбрал азелья азалия наверное это на русском но как бы может быть это какое-то женское имя не знаю что-то имелось ввиду облом был искать текст и поэтому просто воспринимаем воспринимаю его как вокал из некий сбился смысле в лирическом отступлении в общем да для того чтобы полностью раскрыть этот трек конечно нужно что-нибудь там хотя бы от уровня dk 2001 и выше но главное если если уровень наушников мешает вам наслаждаться музыкой то это уже аудиофилия понятно что скажем совсем гадость там типа наушники за 200 рублей перехода тоже не стоит брать но вот скажем мы живем в такое время когда более менее нормальные наушники они уже как бы играют нормально не там может быть не идеально но в целом это вполне можно слушать то есть да там в районе от 30 долларов уже есть модельки которые ну вполне хороши поправкой на личный вкус и нужно подобрать кому что надо но пускай выбрать можно это не будет какой-то шедевр там натуральности естественности но они будут хорошо звучать это кстати отличный вариант потому что каких-нибудь там лет десять назад когда это все начиналось все это хобби то что-то прилично звучащие стоило и дороже либо выглядело кошмарно либо и то и другое в общем сложнее было найти что-то приличное и недорогое попадались редкие экземпляры но они были реально редки а сейчас все-таки есть из чего выбирать и по вкусу и по всему остальному так вот естественно этот трек это в первую очередь вокал и труба и прописаны они хорошо и детально но эти наушники не идеально но он нормально отыгрывает этот трек вполне при приятном уровне и верхние частоты они чуть больше акцентированы чем у третьих блонов то есть не сказать что прям сильно но тут тоже вариант как бы баса стала меньше в че стали более заметны поэтому это такой аудио это всегда вопрос баланса да там добавили средних частот вверх и низ стали менее заметными подняли в че допустим да там верхняя середина уже меньше заметно потому что в че это глушит подняли баса он компенсировал остальную часть звукового спектра и собственно наушники стали темными и модными то есть как бы это всегда вопрос где-то добавили где-то прибавили субъективное восприятие тут тоже очень важную роль играет разумеется разрешение тут как бы среднее скажем этот динамик это недорогой динамик поэтому ждать от какого-то насыщения обертонами там всяких таких вот аудиофильских штук типа слоистости не приходится в че звучат более-менее натурально но уже хорошо количество их тоже сбалансировали так что они компенсируют бас на достаточном уровне тоже прекрасно принципе если вы чувствительны к в че то тут их может быть для вас сильно много особенно если вам допустим уровень 0 третьих казалось пвч нормально тут эти стоит послушать прежде чем покупать для меня скажем это нормальный уровень ну может быть чуть-чуть я бы их прибрал но скажем они даже не приближаются к комфортному для меня порогу все еще протяженность средняя но как бы это наушники все-таки для более массового рынка музыка который слушает в обычно в таких наушниках она не не блещет качеством записи верхних высоких частот ну и в качестве примера пожалуй группа про распад которой я больше всего жалею ну или одна из больше всего жалею это марс вольта прекрасный пример такого чуть-чуть шизофренического чуть-чуть авангардного прогрессив рока трек называется вакс симулакра бедлам ангеляв не считается наверное их лучшим альбомом но все равно а может и считать кстати не помню не по-моему бедлам ангеляв это уже был было после амп как его там поэтому это все таки из сильных их альбомов в общем не суть важно вакс симулакра обрушивает на слушателей такой шквал мелодий вокала ударных перкуссии всего тарелки звон в общем много всего очень насыщенный трек и естественно в че тут надо вывозить ну как бы не идеально но блонд с этим относительно справляется ну скажем так на 3 с плюсом или 4 с минусом поэтому в целом слушать можно кстати сольники амара радрииса лопеса уже не так хороши как конечно марс вольта почему-то в общем еще раз подводя итоги динамическая вышка со всеми ее сильными и слабыми сторонами по совместимости конечно можно их использовать и со смартфонами но более-менее их потенциал раскрывают плееры где-то начального и до среднего уровня то есть допустим m11 обычно не про с ними хорошо сочетается за счет того что он нейтральный и чуть-чуть даже ярковаты местами то он как бы вытягивает у них чуть больше середину из недорогих плееров наверное хидис ap 80 но и может быть прошка которую я еще не слышал тоже сделали этот эффект и тоже под вывезут эту часть если говорить о сравнениях ну скажем с 0 3 я уже их сравнил в общем разница как бы эти нам заметно темнее мутнее эти по детальнее по натуральнее по естественным в общем по всем параметрам таким скажем общепринятым это все-таки шаг вперед не гигантский но скажем заметный сравнивать с какими-нибудь гибридами которые в этом сегменте да там есть трн в 90 универсальный вариант ну трн они суши детальнее злее агрессивнее легковеснее на верхней половине kz zsx ну они тоже скажем подетальнее за счет арматуры на середине верху но у них тоже с более заметный стык частот то есть они менее когерентны они чуть больше сфокусированы на микроконтрасте меньше весом легковеснее звучат то есть это как бы вопрос уже таких вот субъективных предпочтений кому что нравится в общем блоны получились интересными не сказать что это какой-то там всех всюду разрыватель хотя думаю что некоторые в некоторых обзорах это сейчас будет мысль навязываться и констатироваться нет но это хорошие честные наушники которые предлагают скажем неплохой динамический звук довольно таки сбалансированы за приемлемые деньги поэтому если вы что-то такое ищите ну и опять же красивый дизайн если в докупить провод в общем блон 05 получились интересно жаль что они не сделали как бы не пошли на те эксперименты которые планировали но видать решили не рисковать глядя там на всякий на из сети которые в третий раз наверное будут выпускать свои nx7 никак не согласуя как следует драйвера хотя nx7 про уже вышли лучше по сравнению с обычными nx7 конечно же в общем жаль что не не пошли на какие-то более смелые эксперименты но в целом и так получилось нормально спасибо за внимание